еще раз всем привет мы продолжаем чистку сегодня буду чистить метель аппетитный и белая ночка все тот же поставщик принцесса милоешка вот мне так нравится болтать оказывается я как бы знала знаете на такая смешная ситуация была ну как бы все знают что я очень общительный человек и могу с любым человеком заговорить в очереди на рынке в автобусе так далее мой муж говорит зай давай сядем у нас еще машины тогда не было кто-то ехали в город что ли на давай сядем вперед только не приставай к водителю с расспросами я говорю ну ладно такая еще подобиделась а был идей гордо ли что мы на салют кажется ехали так это у нас метель еще влажновато все будем чистить метель вот значит оделись мы пошли почистовилась нашли мы на остановку подъехала маршрутка мы сели вперед я еду молчу ничего как бы не говорю ну как бы сказал что ладно не буду ни с кем болтать так сказать и тут водитель спрашивает ребята вы куда едете мой муж улыбается но это точно твой человек там едем отдыхать говорю на салют смотри ну молодцы говорит разговаривает поехать полчаса города не со мной с нами разговаривает ну видать ему тоже скучно есть такие знаете я всегда прихожу к своему мастеру горю крис если вдруг я как-то там тебя напрягаю разговорами или там ты скажи я не обижусь ни в коем случае это человек это сама такая вот наверно устаешь таки столько людей тебе приходится все со своими историями со своими рассказами на год но есть такие люди готов которые от которых устаю а тебя дает нет ну неприятно конечно что я еще не так сильно устаю людей вот поэтому да мне есть черта поболтать не посплетничать а поболтать я никогда не рассказываю чьи-то секретов я могу рассказать то что известно например всем до или какую-то привести в пример историю услышанную да например ну вот если мне там есть такие да вещь которых естественно находится по секретам да как было положение так сказать но опять же бывают такие моменты что например на эфирах там собираюсь на эфир имел какая-то приятная новость например такая интересная история от кого-то я спрашиваю может я расскажу у себя на эфире на мои друзья все знают ну давай рассказывать потом посмотрим твой эфир на ю тубе то есть мои друзья все прекрасно знаю да и смотрят меня и не считают что это не такая нравится почему бы нет вот то есть сказать я в прошлом ройке стала про южный берег самом конце да вот вообще как все это произошло я начала продавать южный берег вот тогда еще не знала что есть люди которые ну акулу так сказать большими клыками и вот все мы идти там первый год полтора как я стала увлекаться мелом глины продавать вести эфиры я столкнулась с разными людьми и знаете с разными людьми не пришлось расстаться мел аппетитный глыбочка такая вот вот о чем я ни в коем случае не жалею знаете не не мои люди как говорится да как в школе выпускной прошел все разбежались вот и по того есть люди наоборот которые остались со мной самого начала и как бы хорошо общаемся почему я сильно не перестала вот прям как продажи заниматься потому что мне больше нравится общаться мне больше нравится рассказывать всем я стараюсь конечно учиться описывать свои чувства вот мне нравится общаться с людьми на разные темы конечно же мой канал боже конечно же миловой глинины неприятно когда люди еще делятся своими историями не только мили а мелочка фермина вот и мне это стало ближе мне это стало более приятно добывать глины я же много раз горят и очень тяжело чистить нести то есть есть карьеры до куда приезжают машины там копаются загружаются в камазы или там не знаю домой приводить все деньги стоит это понятно что грузчики и так далее есть руками конечно собирает но опять же это очень большой труд а где я обнаружила южный берег это ущелье к нему надо спуститься по уклонной скале то есть там не подъедешь ни на какой машине не станешь то есть спуститься набрать еще это все поднять поднимать это все тяжело и тяжко но мы поднимали а потом не очень сильно начала болеть спина у меня как бы побаливала после рождения лёвы так дальше у нас белая ночка такая губка побаливала да но я усугубила то есть я не скажу что тяжесть как бы все равно это тяжесть да для женщин даже и 15 килограмм и 10 килограмм нести и 5 килограмм не 15 килограмм 10 максимум нагрузка у мужа выскочил позвонок у меня выскочила два позвонка находили потом как называется остеопада вроде сия не ошибаюсь чтоб нам лимануальчик не помню правда чтобы нам это вправили в спину я очень редко но езжу конечно же за добычу очень редко последний раз ездила да то очень сильно просил уже получили свои посылки не отправила южный берег вот у меня еще есть конечно запасах на продажу но я прям вот не сильно втянете прямо я продвинусь и так горюйте пока мы снег почему потому что первые нету огромного места где это все хранить если бы на четверг начать продажи не за муж говорит вот давай дом построим тебе сделать будешь продавать мне вроде как бы хочется вроде думаю сколько это время будет отнимать а как же мы подписчики а как же общаться там сюда меня это немножечко наводит так сказать скуку я вот часто сейчас не очень так часто раньше в инстаграме меня например день дойдет я думаю так надо ролики снять для youtube а потом думаю блин ролик или эфир ролик или эфир потом выбираю эфир потому что мне эфир хочется пообщаться плюс потому что я хрущу я понимаю что на меня смотрят не пишут я общаюсь а когда ролику даже до сих пор когда я ролик снимаю иногда прям ну прям как-то мне не знаю одиноко одну здесь что ли вот поэтому как-то так выбираю всегда больше живое общение ну и конечно удивляются так это у нас это у нас нам белочка вот ноги конечно удивляются там почему стоп почему это кому я так вижу я так хочу так ну вот как то так я закончила увидимся поболтаем всем пока пока